Во Франции снос палаточного лагеря для мигрантов обернулся побоищем. Полиции, чтобы остановить беспорядки, пришлось применить слезоточивый газ. Знакомая картина. Толпы приезжих, стремящихся дальше, в Европу, заслоны на их пути и раздраженность все большего количества стран ЕС из-за навязанной политики открытых дверей. С подробностями Роман Гусь. Клубы едкого дыма накрыли джунгли. Так французы назвали гигантский лагерь мигрантов на окраинах Калеи. Его жители явно не собирались сдавать позиции, когда туда прибыли экскаваторы. Еще засветлые нелегалы подожгли несколько палаток, чтобы не дать полиции исполнить решение суда об их сносе. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки. В стражей порядка полетели камни и петарды. По меньшей мере, пятеро полицейских получили ранения. В ответ слезоточивый газ, дубинки, аресты. Сколько пострадавших с другой стороны, неизвестно. Для многих приезжих этот лагерь, а по сути целый город с населением около 4000 человек, стал настоящим домом. Там появились мечети, школы, даже библиотека. Нелегалы, прибывшие в Кале, чтобы перебраться дальше в Великобританию, оседают в джунглях на месяцы. И многие уже потеряли надежду на переезд. Я шесть месяцев пытался попасть в Британию. Но теперь это практически невозможно из-за действий полиции с обеих сторон Ла-Манша. Также от безысходности толпы мигрантов пытались прорвать греческо-македонскую границу. Из стран Африки и Ближнего Востока ежедневно прибывают все новые и новые беженцы. В Греции даже палаток уже на всех не хватает. В Афинах тысячи мигрантов ночуют прямо на улицах. Власти города передали под пункт размещения неиспользуемый терминал аэропорта. Но и он не сможет вместить всех. Потому беженцы рвутся дальше на север, в обеспеченную Германию. Тем более, что канцлер Ангела Меркель сама зовет их. Вот и накануне, после дегустации пива на традиционной встрече с однопартийцами, она снова заговорила о европейском гостеприимстве. Я вам говорю, такой огромный континент, как Европа, с населением в 500 миллионов, может дать пристанище миллиону сирийских мигрантов. Это не такое уж большое одолжение. Мы соседи. К тому же, может, там и вовсе окажется меньше миллиона тех, кому действительно нужно убежище. Сделать свой вклад – это, я считаю, сейчас обязанность Европы. Впрочем, в Европе с этим, мягко говоря, согласны не все. Вы должны понять, Германия придумала лимиты, но их не обсуждали на уровне Евросоюза. Мы достигли предела своих возможностей. От ЕС и Германии никакой, по сути, реакции. Тут слова расходятся с делом. С одной стороны, говорится, что надо снижать поток беженцев. С другой – публично посылаются совсем другие сигналы. И это при том, что мигранты едут в Европу далеко не только из Сирии, как заявляет Меркель, а их общее число только в Германии перевалило за миллион еще до Нового года. Сами жители Германии выражают свое недовольство политикой канцлера с помощью регулярных протестов. Очередная акция движения Пегидо в Дрездене, несмотря на снегопад, собрала около трех тысяч человек. Главный лозунг – Меркель должна уйти. И подобные демонстрации, так называемые противники исламизации Запада, проводят еженедельно. Роман Гусь, Первый канал.